В одном из этих бутыльков яд, которым отравилось сразу несколько благовещенских школьников. Как сами рассказали, наелись неизвестных цветов. Чтобы определить, от чего именно пострадали дети, эксперты сделали вытяжку из семян и загрузили жидкость в кварцевый капилляр. Оказалось, в ней был дурман. Если есть какие-нибудь золотые изделия, которые вы сомневаетесь, можно исследовать. А это рентгенофлюоресцентный анализатор – прибор, который разложит на составные части любой металл. Внутрь отправилось обручальное кольцо городского корреспондента. Совершенно обычное – 585-й пробы. Посторонние примеси эксперт увидел еще до того, как техника выдала результат. В итоге экспертиза установила, что в моем кольце всего 60% золота, 34% меди и 5% серебра. Рассмотреть цветки конопли в окуляр микроскопа и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев – сотрудники экспертно-криминалистического центра студентам позволили многое. Испачкать руки в типографской краске решился только Иван Драчев. Свою дактилокарту молодой человек унес домой. Однако попасть в базу ему еще предстоит. Четверокурсник КАМГУ после окончания вуза работать планировал на таможне, хотя после экскурсии засомневался. Уж больно интересной оказалась профессия полицейского. Особенно впечатлили студенты чемоданы с образцами автомобильных эмалей. Как с помощью краски машины можно определить автомобиль год выпуска. Меня это действительно удивило, что с помощью краски можно это сделать. То, что есть такой набор, по которому определяют. Затем, как тайное в руках криминалистов становится явным, смогли понаблюдать 8 благовещенских студентов. Еще два десятка примерили роли сотрудника ДПС, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. Их всех после окончания учебы ждут в органах внутренних дел при Амурье. Мария Селезнева, Денис Лугов, программа «Город».